Спасибо, коллеги. Мы продолжаем. Каждый из представителей многочисленных этносов, проживающих в Казахстане, вносит свой вклад в построение независимого и многонационального Казахстана. В то же время, олицетворяя в себе казахскую идентичность, они передают ее ценности и традиции с поколения в поколение. Что значит День Единства для мультикультурного Казахстана? Кунсая Курмет расскажет подробнее. В семье Армена и Дианы Аганесян каждый праздник не обходится без казахского бешпармака и баурсаков. Несмотря на то, что Армен армянин, а Диана казашка, дома все говорят на казахском, чтят все казахские традиции и обычаи. Объясняют они это просто. Казахстан наша родина, и мы должны сохранить и передавать казахскую культуру своим детям, говорит Армен. Проблем с тем, что мы разных национальностей не было. Даже свадьбу мы проводили по казахским обычаям, потому что мы верим в сакральный смысл каждой традиции и обычая. Это, можно сказать, наш генетический код. По словам Дианы, в интернациональной семье важно быть маневренными, гибкими и уметь сплетать разные культуры. При этом не скрывая, что казахский она довела до совершенства благодаря мужу. Мы обычная семья, просто разных национальностей, но в жизни это различие мы не ощущаем, потому что в браке у нас больше объединяющего, чем различающего. Даже старшую дочь муж назвал Медина, младшую – Армена, и сына – Алана. Они настоящий пример единства народа и сплетения культур. Что говорить? Я, будучи казашкой, плохо говорила на казахском. И именно муж помог мне улучшить языковые навыки. Действительно, именно в Казахстане всем миром буквально недавно на Пасху готовили бешпармак и яйца, а на праздник у Роза Айт раздавали куличи. Такой симбиоз культур, несмотря на их происхождение, не мешает гражданам Казахстана ощущать принадлежность к родине. А это кадры обряда Тусаокесу и семьи Тулиновых. При том, что Елена немка, а Иван еврей, это не мешало им сделать традиционный обряд разрезания пут своей дочери Тея. Вопроса и сомнений, делать это или нет, не возникало, говорит Елена. А все потому, что, живя в Казахстане, все казахские традиции стали уже общими для всех. Мы решили объединить в одной традиции сразу две мысли, что вот откроем ребенку дорогу, чтобы она вот такая была целеустремленная, там у нее на пути не было преград. И также мы хотели, чтобы этим обрядом мы запустили, вот именно, чтобы она начала ходить самостоятельно. То есть она вставала на ножки, держалась за опору, но сама она не ходила. И самое интересное, мы провели этот обряд, там у нас была кендыкшище, она казашка, да, она перерезала путы. И самое интересное, что через два дня после этого обряда дочка пошла. У всех этносов, проживающих в Казахстане, общая история, заложившая основу современной мультикультурной страны. А преданность казахской культуре и ее ценностям – это знак любви к своей родине, стране свободной, единой и родной для каждого жителя. Казахи всегда во главу угла ставили единство. Конечно, это было, речь шла раньше о единстве жузов и родов, предположим, джунгарской агрессии и так далее, была национальная идея. И, конечно, главным объединяющим фактором в этом случае должен стать язык. Потому что в основе любви, в основе понимания, в основе единства всегда лежит понимание принятия взгляда в позиции друг друга. Казахские культурные ценности, которые впитывает в себя каждый казахстанец, не только объединяют нашу страну, но и идентифицируют нас как представителей единого многонационального Казахстана. И даже выезжая за границу или эмигрируя, мы забираем этот уникальный культурный код с собой, распространяя по всему миру и обозначая принадлежность к родине под названием Казахстан.